Быстро, да? Быстро получится? А что за ним следить? Что уже за ним следить? Все, что можно было, мы уже там выследили. За другие команды болеть не будет? Вы знаете, я не болею в принципе за другие команды. Я могу с удовольствием посмотреть матч, например, когда играла Италия с Испанией. Этот матч нужно просто пересматривать. Более того, ему нужно показывать вообще в школах спортивных, потому что это был матч, то, как надо играть. За болеть нет, за кого? Наши вылетели чуть приболеть. Вы знаете, я считаю, что в нашей стране люди слишком набрасываются на тех, у кого что-то не получилось. А чего они ждали? У нас люди все время ждут какого-то нового чуда, что нам сейчас повезет, потому что кому-то другому не попрет. Понимаете? Мы должны перестать верить в чудо и вовось. Мы должны работать, мы должны добиваться чего-то. Это было логично, то, что там произошло на чемпионате. Это было логично. В этом не было ничего странного и нового. У нас не сильная команда. У нас нет ни вообще молодых людей. У нас... Мы не должны были никуда дальше походить. Понимаете? Нужно что-то менять. Футбол. У нас слабые в поле школы. У нас нет воспитанников, людей. Посмотрите на наш хоккей. Более хоккей у нас в крови. Потому что у нас... Ты ходишь по улицам, понимаете? Когда зима наступает, ты должен быть все время в концентрации. Потому что лучше никто песочком посыпывать не будет, когда они станут льдом. Понимаете? Поэтому у нас фактически люди становятся на коньки уже в тот момент, когда они рождаются. Поэтому у нас все хоккеисты играют в НХЛ. 80% сборной хоккей играет в НХЛ. Поэтому... Мы не умеем пинать мяч. Но знаете, что самое интересное? Что в стране такое количество проблем... Огромное. А такое ощущение сейчас, что больше ни одной проблемы, кроме футбола, у нас нет. Вот у нас все зашибись в стране. Все просто отлично. А вот мячик пинать мы не научились. Вот это меня даже злит. То, что люди... Вы зайдите в интернет, вы читаете. Ощущение, что там сидят старые бабки, потому что, которые, знаете, бабушки сидят, им нечем обсудить. Они как только видят, как мимо них проходит девушка в короткой юбке, ну вот понятно. Им будет целый день, что обсуждать. Так не должно быть. Мы вас посуждали, что радость... Но пока это будет странно. Какая радость, понимаете? У нас нечему радоваться. Я согласен с вами, но футболисты не должны отмечать за досуг, за то, сколько наши люди будут пить пиво в барах. Футболисты не должны за это нести ответственность. В стране должно быть что-то определенно гордое и радостное. Почему ты можешь флаг свой поднять и гордиться им? Не потому, что футболисты где-то выиграли, а просто потому, что ты здесь живешь. Не надо сейчас на них все валить. Я против этого абсолютно. Более того, я считаю, что они молодцы. Потому что я доволен тем, что многие пивные компании потерпят убытки, потому что люди будут меньше ходить в бар. Я доволен тем, что в тот вечер, когда мы вылетели, мужья вернулись к своим женам домой. Они не гуляли до самого утра, понимаете? Они вернулись домой, и женам было кого утешать. Я доволен тем, что отцы, которые смотрели со своими сыновьями футбол, в этот день им не надо было показывать пример на свой плохой пример. Они могли просто тыкать пальцем в экран. Понимаете? Наши ребята, они сплачивают семьи. Они сейчас все говорят, что они рекламируют чипсы, курят кальяны. Они спасают жизни. Представляете, сколько людей они уже спасли. Сколько... Если посчитать просто по печеням, понимаете? Сколько людей они уже... А сколько еще спасут? А это с горя начнут пиваться? О, нет-нет-нет. С горя у нас очень быстро. С горя у нас идут как раз домой. Туда, где могут утешить, где могут любить. Поэтому с горя у нас мало, понимаете? А вот с радостью неделями будет зависать. Понимаете? То есть все хорошо, что мы работаем. Я считаю, что все ровно так должно быть. Спасибо.